короче заехал я под какой-то тупик у меня кругом в знаке кругом в знаке ограничения по весу 3,5 тонны и я никуда не могу ехать потому что везде 3,5 тонны в один из вариантов это вот этот мост здесь ограничение 3,8 высота 3,8 машины по идее около четырех должна быть я даже не знаю но это самый простой вариант где можно было проехать потому что другие варианты я не знаю но там 3,5 тонны там мосты стакады я уже проехал пару знаков а в городе какая-то короче выставка видимо или что-то такое спортивные автомобили везде катаются хорошие дорогие или классические или новые ferrari всякие блин я в такой жопе короче для камеры города я выйду из такой ситуации заехал я короче три с половиной тонны везде три с половиной тонны где-то кирпичи там в одном месте высота эстакады не позволяет короче не знаю что сейчас сделать стою стою и офигеваю короче куда надо дальше идти там получается 3,8 тонны высота в ту сторону а там масса 3,5 тонны ограничения короче вчера вчера я все-таки выбрался с той ситуации я наверное два с половиной часа смотрел вот стоял точнее на на том месте бегал все все окрестности посмотреть где там можно будет мне как-то выехать и развернуться чтобы чтобы выехать вообще на на трассу на автобан я уже не знал чем-то закончится все короче был в шоке даже в шоке ну мне было как-то сложновато я не знал куда куда податься вообще вот в конце концов этом навигаторе отключил настройки ограничения там убрал там 30 40 тонн ставил вес машины три тонны и на меня повела уже по дороге я уже поехал под знак три с половиной тонны вот и немножко сделал кругеля чтобы выкатить на трассу главное что все решилось потом еще часа полтора проехал не стал на стоянку на 24 часа вечером я был когда когда уже стал я был так рад что закончился этот день и рабочий не так рад что закончилась эта неделя потому что неделя получилось вообще чумовая только столько всякой фигни тонны заправки меня не хотели рассчитывать по карте не принимали карту хотели наличный кэш от меня 700 евро заправку одного бака ну короче потом все таки тоже там на час стоял потом все таки мужик позвонил куда-то и разбирались решили ситуацию потом пришлось остановиться на автохофф за 10 евро на стоянку не знаю так предполагаю что вряд ли мне кто-то если 10 евро заплатит за стоянку ночную может быть приложу к чекам мало пускай будет вот сегодня просто спал я долго вчера и припускай приехал поел как-то лег меня так вырубило вот спал сегодня до 12 часов при том что вчера наверное ну лег 12 даже может быть раньше проснулся сегодня надо убираться было бы в машине перебраться надо было может быть даже пусть раз вряд ли здесь негде 10 раз вот вместе ну вот почему получилась такая ситуация прежде всего я считаю виной тому то что я уже дня три-четыре не высыпался спал часа по 4 по 5 и состояние уже было такое ну то есть я не хотел спать но она была недостаточно ясная и внутренняя такая усталость все таки она присутствовала из этого нет такой бедительности нет такой ясности ума вот поэтому я заехал под знак 35 тонны потому что я увидел что в ту стоянку мне как раз приходило время на трассе я ехал ходило время 45 минут стоять перерыв я смотрю поворот прямо около меня поворот заправки я как-то что-то мне приспичило сразу короче на него по оси джуку смотри под навигации а там как правило для грузовых автомобилей указатели крайне мере это я так думал смотрю заправка и съезд сразу беру съезжаю на этот съезд заезжаю там надо было пересечь еще стык по стыкаде пересекаю по стыкаде смотрю такая дорога узкая подозрительная но знаков нигде не видел все может они были с самого начала но я с самого начала может не заметил допускаю такой вариант смотрю заправка но там на нее заехать нельзя и становиться негде проезжаю дальше я уже начинаю думать о том как бы развернуться я сюда выехать потому что дороги узкие и там я кое-как помещаюсь потом я уже решаю выезжать обратно ехать тоже разворачиваюсь кое-как минут 15-20 20 даю чтобы развернуться задом там упираются какие-то провода люди там подходят помогают там берут какую-то лестницу поднимают провода наверх чтобы я задом смог сдать там уже тоже машины собираются с двух сторон но все таки все-таки давно нормальные люди там несколько человек вышел помогло мне задом сдать жители там местные правда эти держали вот я задом короче сдал поехал обратно еду обратно тоже по тому же пути по которым я заехал я никак не могу выехать потому что там односторонний съезд с автобана я поехал в другую сторону искать где-то выезд и уже тоже не вижу там везде три с половиной тонны круги везде куча развязок куча трех с половиной тонн дороги тесные где-то около ресторана там стояночка на этой стояночке все-таки получилось остановить настал и давай искать в навигации по навигации как же вообще выехать отсюда навигации не давала результаты я по вышел пошел ходить по разным направлениям куда ему где какие развязки один вариант был под мостом проехать но самый простой был если проект под мостом там сразу я практически выехала бы на автобан но не тоже было рискованно то что там достаточно оживленным было движение себе стал под мостом мастер стремно было не да не то что я не пройду то что я встану теперь перегражу движение а если я не буду вписываться по высоте когда надо будет задавать задним ходом там и давай задним ходом все будет за декущей машин стоять будет проблемно поэтому мне тоже вариант не очень нравился и я тогда решил решил все-таки побегать еще по окружности смотреть где где куда приведут дороги потому что на навигации сложно было понять можно или на это перекрестки развернуться или нельзя ну в конце концов два с половиной часа наверно так подумал походил и потом уже поехал включить настройки много 3 ограничение 3 тонны поехал по знаке короче надо высыпаться хорошо при первой же возможности вечером вечером не сидеть в телефоне не там не знаю при первой возможности чувствовать усталость нужно ложиться спать тоже вчера было например паузу 45 минут я мог бы поспать в нее и это было логично просто немного поспать хотя бы полчаса они иногда очень здорово помогают но я не поспал том что они типа чувствовался более менее так надо было маслом машина залить залива масла машина входил там в этот самый магазин не магазин на заправку и вот такие дела то есть это все такие ситуации теперь на будущее я уже буду примерно на слушай как такая ситуация будет то что делать и вообще как вот в такую ситуацию не попасть поэтому все тоже опыт идет считаю что на пользу хотя и так все равно на такой опыт но но я не знаю но у меня как бы сейчас мне уже поспокойнее к этому отношусь чем вчера работаем нормально это все сдержки профессии и сдержки начального такого небольшого опыта